Всем огромный привет! Меня зовут Инесса и я рада приветствовать вас у тебя в гостях на канале. Сегодня у меня уже начало мая, а на момент съемок видео, точнее сказать, первое мае, с чем я вас всех и поздравляю. Мир труд май, как говорится. И пришло время заглянуть нам в апрель к нашим производителям, что же они там интересного за месяц выпустили. Сегодня я расскажу вам о таких производителях, как Золотое Руно, Риолис, Лукас, Овен, МП Студия и Золотые Ручки. Начнем мы с Золотого Руно, потому что как-то вот в этом месяце мне так захотелось. Первая новиночка, которую я вам показываю, называется она Воздушные шары над замком. Размер этого дизайна 42х31 см, 47 цветов ниточек участвует. Вышивается на Аиде 16 каунта. Основа у нас здесь, конечно же, Цвайгард, а ниточки, конечно же, Мадейра, как это обычно бывает у этого производителя. Далее сразу вот так будем очень быстро двигаться. Яркая казань называется дизайн. Здесь, я думаю, вообще каких-то таких прямо глобальных представлений дизайнера не требуется, потому что большинство, если не все, то большинство узнали сразу руку Алисы Акниас. Шикарная яркая казань. Восхитительный сюжет. Если бы жила в Казани, обязательно бы вышила. 20х24 см ее размер. 29 цветов ниточек Мадейра. Вышивается на Мурана 32 каунта. И вот такая вот шикарная просто разработка появилась в месяце апрель. Снежная королева называется следующий дизайн. Ее, его размер. 26х34 см. 52 цвета ниточек. Опять же, Мадейра Аида 16 каунта от Цвайгард. Вот такой прекрасный зимний сюжет накануне лета, но тоже имеет место быть. Китайские фонарики. Двигаемся дальше. 25х33 см их размер. 20 цветов ниточек. Аида 14. Красивые фонарики, шикарные фонарики для любителей восточной темы. Востока не мое. Я вообще мимо. Эта тема вообще не ко мне. Но, в принципе, очень даже ярко. Вот сочетание цветов, конечно, да. Красивущее. Ну, я думаю, что любители восточной темы у нас, в принципе, среди вышивальщиц пруд пруди. И поэтому, я думаю, своих поклонников данный дизайн также найдет. И еще один дизайн от Золотого Руна, который я хотела бы вам показать. Вот он мне понравился. Он называется Рассвет на Гавайях. Здесь у нас размер 39х34 см. 51 цвет ниточек участвует, вышивается на эти 16-го каунта. И вот эта девушка с этими шикарными фламинго на Гавайях. Вот сейчас бы оказаться на ее месте. Вот этот дизайн мне очень сильно понравился. Очень яркий, жизнеутверждающий, поднимающий настроение летний. Вот прям в точку. Вот как по мне, так прям вот попадание на 100%. Лично для меня. Я прямо задумаюсь, если честно. Люблю такие дизайны. И с Золотым Руно это все. В принципе, там переходим к производителю Риолис. Риолис. Не знаю, насколько с давних-недавних пор, но, по-моему, в прошлом месяце это уже тоже была информация. Он теперь к своим наборам прилагает сразу формат для саги. Поэтому рукоплещем-рукоплещем данному производителю спасибо огромное, низкий поклон. Вы делаете нашу жизнь еще лучше и проще. Начинает терраса кафе. Называется первый дизайн, который вам показываю. Это разработка по мотивам картины Ван Гога. Я думаю, тут тоже как бы большинство догадались и без уточнений. Размер данного дизайна будет 40 на 50 сантиметров. Вышивается на Аиде 14 каунта. 29 цветов ниточек шерстяных акриловых. Кто у нас фанат Ван Гога? Ручки подняли. Молодцы. Садитесь. Можете заказывать. Красота. Тем, кто любит, я думаю, понравится. На встречу лету. Вот такой дизайн. 21 на 30 сантиметров его размер. 28 цветов ниточек. Аида 14 вышивается шерстью, акрилом. Следующий дизайн от Риолис, который я вам сейчас покажу, называется качели у моря. Это еще одно попадание в цель, скажем так, в этом месяце. Лично для меня. Вот эти качели у моря. И эта чайка, сидящая на них, это что-то невероятное. Это вот примерно как, чего там, рассвет на Гавайях. Вот так же мне вот эта вот чайка на качелях. Я вот эти два дизайна купила бы, если бы сейчас находилась в зоне доступа Валдберрис. Вот 100%, даже без раздумий. Размер данной красоты 21 на 30 сантиметров. Аида 14, 19 цветов шерстяных, акриловых ниточек. Здесь у нас всего лишь задействованы, кстати говоря, 19. Лирическое отступление на одну минуту. Буквально я тут недавно взялась вышивать миниатюрку на пластике, которая размером 20 на 50 крестиков. То есть это, ну так-то, 3 на 7, примерно 8 сантиметров. И в этой миниатюрке у меня было 23 цвета. Ни много, ни мало. А вот здесь 21 на 30. Полноценный дизайн, полноценная картина со сплошной зашивкой, как я понимаю. Вот такая шикарная красота должна быть получиться. И здесь всего 19 цветов ниточек. Ребят, есть о чем задуматься. В общем, ну это так, лирическое отступление было. Возвращаемся к нашим баранам. И последняя новинка от Риолиса. Бурундучок она называется. Вот такой красивый милый бурундучок. 13 на 16 сантиметров его размер. Вышивается на аиде 10 каунта. 12 цветов ниточек, шерсть. Милый, красивый детский сюжет для начинающих, либо для деток. Имеет место быть. Производитель Лука. Следующий у нас на очереди. И первый дизайн, который вы перед собой видите, называется. Он летний пейзаж. Размер здесь у нас 27 на 38 сантиметров. 59 цветов ниточек. Ниточки, между прочим, Лукас у них свои. Которые все очень хвалят. Я еще их не пробовала в работе. Не знаю, как они. Но говорят, хорошие. Вышивается на аиде от Свайкар 16 каунта. Следующий дизайн. Бегущие лошади. Ну, чтобы вы понимали, я здесь название говорю, как вот мне хочется. То есть я не знаю, как там они на самом деле называются. Я не переводила название. Я вот так, чтобы понять, о чем там речь. Для тех, кто заинтересуется, ссылочки будут в описании под этим видео. На страничке производителей. Вы можете спокойненько туда перейти. И уж там разобраться конкретно, как они называются. Сколько стоят. И т.д. И т.п. В общем, бегущие лошади. Данный дизайн вышел у нас в двух версиях. В кресте и в петите. Насколько я понимаю, Лукас имел ввиду обычную крестиковую версию. И версию, которая вышивается гобеленовым стежком. Насколько я понимаю. Возможно, я ошибаюсь. Поправьте мне в комментариях. Потому что как-то они так указывают. Петит. Что петит? Ну да ладно. В крестиковой версии. Размер 48 на 32 сантиметра. 72 цвета ниточек. Аида 16 от Свайгард. Ниточки от Лукас. Все шикарно, прекрасно. В петитной же версии. Размер у нас 30 на 20 сантиметров. Тоже 72 цвета ниточек. Но вышивается уже на равномерочке 25 каунта. Я так понимаю, через одно переплетение. Романтичный сад. Называется. Следующая разработка. Ее размер 31 на 32 сантиметра. 60 цветов ниточек. Лукас. Аида 16 от Свайгард. И вот такая вот красотища будет у нас на выходе. Северное сияние. Не менее прекрасный дизайн. 32 на 24 сантиметра его размер. Здесь у нас 59 цветов ниточек. Аида 16 от Свайгард. Ниточки Лукас. Очень красивое сочетание цветов. Очень мне нравится. Прямо такое. Ух. Очень красивый дизайн. И тюльпаны. Точнее букет тюльпанов. Либо букет. В общем. Тюльпаны. 26 на 26 сантиметров. Его размер. 57 цветов ниточек. Ниточки Лукас. Аида 16. Свайгард. В общем. Комплектация шикарная. Результат должен быть шикарный. В принципе. Лукас порадовал. Но у меня. По крайней мере. Я осталась таки довольна. Его новинками. Как понравились они вам. Либо не понравились. Напишите об этом. Пожалуйста. В комментариях. Будем читать. И дискутировать на эту тему. А мы движемся к следующему производителю. А именно. Овин. Овин. Также в апреле. Я не отлынивал. И выпустил. Достаточно много. Новинок. И первый дизайн. Который я вам показываю. Называется. Он. Весна пришла. 26 на 20 сантиметров. Ее размер. 26 цветов ниточек. Лукас. Аида 16. Белого цвета. И вот. Вроде бы. Весна. Но. Ну. По названию. А присмотришься. Зима. Поэтому. Как-то. Немножечко. У меня. Случился. Диссонанс. Такой. Временной. Думаю. Ну. Лето же. Идет лето. Ребята. Давайте. Концентрироваться на лете. На ярких красках. На. Супер. Мега. Жизнеутверждающих. Оттенках ниточек. Почему зима? Почему. Северное сияние? Почему. Снежная королева. Когда идет такая прекрасная. Пара года. Лето. Ну. Ладно. Это я тут. Сама с собой. Благородный напиток. Магнитик. Вышел вот такой вот овна. Все догадались, что это, да? Кто любитель, признавайтесь. Я, если честно, не любитель вот этого конкретно напитка. Но знаю, что многие любят баловаться. Размер данного магнитика 5,7 на 9,1 сантиметра. 12 цветов ниточек ПНК. Вышивается на пластике 14 каунта. И вот повесить такой магнитик на холодильник и любоваться, почему бы нет, шикарно. Берег реки. Опять же. 35 на 18 сантиметров размер. 24 цвета ниточек ПНК. Аида 16 белая. Симпатично, симпатично. Красиво. Двигаемся дальше. Магнитик. Опять же. Называется он пейзаж. Сомнительный. Вот лично для меня очень ядко на него смотрела. Думаю, как будто вы вырвали кусок чего-то. Бесформенного откуда-то. Непонятно мне, если честно. Форма. Я сначала подумала, возможно, это форма какой-то страны. Но нет. Форма какого-то региона. Но нет. Почему такая странная форма? Ну да ладно. Почему нельзя было сделать какую-то более определенную форму для магнитового? Ну, в общем, ладно. Это у меня уже такие размышления о насущном. Возможно, у кого-то вопросов вообще не возникнет по этому поводу. Ну, у меня какой-то ум очень пытливый. Я когда что-то вижу или слышу, у меня начинаются какие-то 1500 вопросов для уточнения. В общем, 6,7 на 9,4 сантиметра размер данного магнита. 11 цветов ниточек ПНК имени Кирова. На пластике 14 аккаунта вышивается. Кому нравится, вперед. Заказывайте, вышивайте. Будете рассказывать нам потом ваши впечатления и делиться отшивами. Чистые пруды. Называется следующая новинка. Здесь у нас размер 40 на 30 сантиметров. 34 цвета ниточек Лукас. Что это белого цвета 16 аккаунта? У нас здесь основа. Почему у меня какая-то странная пометка сделана? В общем, вышивается на основе 16 аккаунта белого цвета. А, нет. Не знаю. В общем, выписала что-то, сделала пометку. Не знаю, для чего. В общем, вот такая прекрасная разработка. Если у вас возникли вопросы, опять же, прощаемся по ссылочке к сайту производителя. Что я тут тебе хотела тем самым пометить? Не знаю. Не важно. По щучьему велению магнит. Вот такая прекрасная щука, которая вышивается на пластике. 14 аккаунта. Ниточками ПНК в количестве 10 цветов. Размер данной щуки 7,3 на 9 сантиметров. Вот щука, кстати, порадовала. Щука прикольная. Я даже знаю, кому я могла бы такую вышить и подарить. Я думаю, возможно. Кто-то догадается, возможно, не догадается. Но есть у меня прецеденты, скажем так. На этом, в принципе, с Овном все. Овна на этом у нас новинки закончились за месяц апрель. Если что-то упустила, уж прости-прощай, как говорится. Мы переходим к производителю МП-студия. Здесь у нас много всего. Много есть о чем рассказать, показать. Но относительно. Поэтому поехали. Маленькая разбойница. Называется. Первый дизайн. Первая миниатюрка, которая вышла в МП-студии. Размеры 18 на 12 сантиметров. Пластик 14-го каунта, 23 цвета ниточек. Декоративный элемент. Участвует также у нас в наборе. Сказочный олень. Вот такой вот прекрасный сказочный олень. Опять же, менятьюрка. Ну, как менятьюрка? Ну, менятьюрка, да. 18 на 13 сантиметров, опять же, размер. Пластик 14-го каунта, 23 цвета ниточек. Декоративные элементы в количестве 9 штук. Я всматривалась, 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 всматривалась. Не нашла я тут 9 декоративных элементов. 8 нашла. Ну, это вот такие игрушки. Не игрушки, в общем. Такие товарищи, вышивающиеся на пластике, да. Они двухсторонние. Я вам сейчас показываю только лицевую сторону. Но они двухсторонние. И вот на этом олене сказочном у него спереди бубенчики 4 штука. И сзади также идут 4 штука бубенчики. То есть, это получается 8, где еще один декоративный элемент. Честно, я не нашла. Возможно, вы найдете. Возможно, вы более внимательны. Может быть, я смотрела как-то мимо. Но не нашла еще один декоративный элемент. Дай бог с ним. И в эту серию к этим двум товарищам вышли еще вот такие прекрасные тролли. Их размер также 18 на 13 сантиметров. Вышиваются на пластике 14-го каунта. Здесь 7 декоративных элементов и 22 цвета ниточек. Ищи свищи, где тут 7 декоративных элементов. Надо всмотреться. Ну, ладно. Мы это оставим уже потом, на будущее. Ну, вот такие симпатяшки вышли по студии. В принципе, есть на что посмотреть. Чудесный сэмплер, который называется Вошебство рядом. Вот такой замечательный. Появился у нас в апреле. 20 на 18 сантиметров его размер. 27 цветов ниточек гамма. Вышивается на аиде 16-го каунта. Вот он, кстати, очень-очень симпатичный. Я к нему даже несколько раз возвращалась, смотрела, рассматривала. Такой очень-очень достойный. Мне он пришелся по вкусу. Также, как и следующий сэмплер. Сэмплер, я так понимаю, парный, не парный. Ну, в общем, из этой же серии. Называется он На пляже. 20 на 16 сантиметров его размер. 24 цвета ниточек гамма. Аиде 16-е. Смею предположить, что тоже гамма. И вот этот На пляже сэмплер, он, конечно, тоже. Вот это, я понимаю, новинка конца весны. Идет же лето. Надо вот такое вышивать. Вот такое надо выпускать. Ну, да ладно. В общем, сэмплер красивый. Мне тоже очень понравился. Надо задуматься. Ладно. От щепки вышло три миниатюрки. Грибной домик. Болотный домик. Домик на полке. Домик на полке. Вот. Здесь у нас ниточки пынка у всех трех домиков. Равномерка от гаммы. Что, кстати, меня очень-очень удивило, потому что я несколько раз перечитала, было написано. Основа равномерного переплетения от гаммы. Что у гаммы за равномерка? Понятия не имею. Никогда не видела, не встречала. Если кто знаком, пожалуйста, поделитесь в комментариях, что это такое, с чем это едят. Ну, по-моему, гамма стала выпускать еще и равномерку. Не знаю, хорошая, не хорошая, как она там по качеству, как она не вышивается. В общем, если у кого-то есть что-то сказать, обязательно, пожалуйста, сообщите в комментариях вообще хоть какую-то информацию по поводу этой равномерки. Буду в Минске. Обязательно надо будет купить и попробовать. Если у них там это не какая-то описка была, а у них действительно появилась равномерка, то надо будет приобрести и попробовать. В общем, деревянные рамочки также входят в набор. И размер этих миниатюрок 11 на 11 сантиметров. Вот такая вот серия домиков вышла. Симпатичная. Арбузный пикник и крылатые качели. Еще вот такая мини-серия появилась. Такие тоже две миниатюры. Ну, не миниатюрочки. Две парные работы, скажем так. Размер их 20 на 16 сантиметров. Да, они такие, они уже и маленькие. Ниточки ПНК. Вышивайте на аиде 14 каунта. Предполагаю, что гамма. Неожиданные соседи. Очень симпатичный сюжет, кстати. Чувствую, скоро будем его наблюдать на ютубе и в инстаграм. Потому что он такой прям стильненький. Размер его 28 на 18 сантиметров. Аиде 14 ниточки ПНК. В количестве 28 цветов. А вот сейчас пошла... Опять дезориентация для меня. Кстати, не только для меня. Масса комментариев была под следующими новинками у МП Студии. На что они там также вежливо отвечают. Поясняют, почему так, а не иначе. Но, в общем, хэллоуиновские новинки вышли у МП Студии в апреле. В таком немалом количестве. Почему, спросите вы. А потому что этим вопросом задались многие вышивальщицы, которые увидели эти новинки. Задали этот вопрос. А почему апрель? Почему хэллоуин? Тут же пасха на носу. Почему не пасхальные? Где пасхальные сюжеты? МП Студия ответила. Ребята, сани готовьте летом. Поэтому хэллоуин в октябре. Пожалуйста, купите в мае новинки. Вышлите, чтобы к октябрю были готовы. А то будете потом бегать, как будто петух в одно место клюнул. В общем, как-то так они это себе оправдали и объяснили появление массы хэллоуиновских дизайнов в апреле. Ну да ладно. Вот такая гирлянда, которая называется «Колдовские сюжеты», состоящая из семи флажков, появилась у нас. Размер каждого флажка примерно 12 на 8 сантиметров. В набор входит заготовка из фетра черного цвета с перфорацией, ниточки ПНК в количестве 18 цветов, иголочка-инструкция, все дела, чтобы вышить вот такую, в принципе-то симпатичную гирлянду. Но ладно, не будем вдаваться в подробности временных каких-то рамок. Замок с узорами. Вот такой замок с узорами вышел опять же в МП Студии. Опять же, Хэллоуин, добрый день, добро пожаловать, готовимся. 11 на 9 сантиметров его размер, фетр с перфорацией черного цвета и оранжевого, ниточки ПНК в количестве одного цвета. То есть куда уж проще, а вот такая симпатичная вещица получится. Далее вышли целых три миниатюрочки, которые составляют собой, можно сказать, один полноценный сюжет при желании. В общем, тыквенный вагон, жуткий вагон и волшебный вагон. Вот такие три вагончика появились у нас. Их размер 9 на 8 сантиметров. Вышиваются они на пластике 14 каунта, ниточками ПНК. Здесь также присутствуют две пуговицы. Почему две, не три, не знаю. Вопрос, конечно, интересный, но да ладно. Что самое интересное, ранее, я уже не скажу в каком месяце, то ли в марте, то ли в феврале, вышел Сумрачный путь. По-моему, в марте по студии вышел такой паровозик, назывался он Сумрачный путь. Его вы сейчас видите у себя на экранах. Так вот, эти вагончики вышли в дополнение к этому паровозику. Они к нему крепятся. Их можно к ним прикрепить. Каким уж образом, я вам сейчас не подскажу. Я думаю, в инструкции все будет указано. И таким образом можно вышить своими руками прекрасный хэллоуиновский декор. Объединить это все вот в такую композицию в виде паровозика с вагончиками и украсить данной композицией свое пространство. Красиво? Красиво! Ну и последняя новинка от МП Студии. Не хэллоуиновская, что удивительно. Цветочная композиция она называется. Это вот такая салфетница, которая вышивается на деревянные заготовки с перфорацией. Размер ее 12 см на 17 см и на 5 см. То есть, вы понимаете, длина, высота, ширина. Потому что она такая объемненькая. Для того, чтобы туда салфеточки вовнутрь ставить. 17 цветов ниточек ПНК. В набор также входит фетр для обработки задней части деревяшечек, на которых вышивается вся эта красота. И, собственно говоря, сами деревянные держатели, крепления, все вот это тоже есть в наборе. На этом у нас МП Студии, в принципе, да и все. И остался у нас последний производитель. Золотые ручки. Здесь у нас всего два дизайна, которые я хочу вам показать. И на этом у нас с вами сегодня все. Первая разработка, которую вы видите перед собой, называется Окошко с лобельей. Лобелия это цветок. Я тут старалась запомнить, как она правильно произносится. Это набор для вышивания ниточками Мулине. Размер его 15 на 15 см. Количество цветов 25 см. Аида 18 каунта от Свайгард. Очень красивая разработка. Ну, просто очень. Вот у меня золотые ручки с недавних пор просто восхищают. Мечтаю что-нибудь от них вышить. Но цена у них, ребята... Я даже не знаю. Вроде бы основа Свайгард также есть у других производителей. Например, тот же Лукас. Да, те же... Ну, ладно, золотое руно не будем сравнивать. Там, в принципе, все дорого, богато, да. Но, как бы, у других производителей тоже есть ткани от Свайгард. Что тут за ниточки, я не знаю. По-моему, то ли DMC, то ли может быть что-то другое. Вот, кстати, не знаю производителя ниточек. Но почему они такие дорогие? Либо тут организация какая-то маленькая, и у них еще как-то это все не настроено. Ну, в общем, меня цена, если честно, удивляет. Ладно, я понимаю, что цена выше у бисерных наборов, у золотых ручек. Но почему на наборы для вышивания Мулине такие цены? Я вот на них смотрю. А не могу объяснить. То есть, если есть производители, я могу объяснить. Там, типа, ну, тут же все премиум качество. Но, как бы, даже если тут все премиум качество, ценник-то прям трижды премиум. Ну, ладно. Все равно, я думаю, вышивать будут, покупать будут. Да я бы и сама с удовольствием купила. Да негде мне золотые ручки купить. Хотя бы один попробовать вышить. Может быть, оно того стоит. Может, там, я не знаю. Может, там, что там оно отмоленное. Я не знаю. Какое-нибудь омытое. Там слезами единорогов. Я не знаю. Может, там какой-то суперэффект будет. Ну, потому что на превью пипец красиво. Очень красиво. Я, вот даже если брать из расчета, что превью обычно крадет красоту самого дизайна, да, и в вышитом виде разработка обычно намного красивее, нежели на превью, то здесь превью прям уже восторгает. Ну, видимо, это будет очень красиво. Видимо, за это и цена такая. Ну, в общем, второй дизайн называется Таинственный лес. Он просто восхитительный, он шикарен. Это также мулине. Размер его 38 на 50. 52 цвета ниточек. Аиде 16 от Свайгард. Он прям восхитителен. Конечно, я думаю, вышиваться он будет ой-ой-ой, как непросто, потому что здесь просто миллион и два элемента изображены. Очень много мелких элементов. Масса, я думаю, тут будет каких-то подводных камней. Но результат, как я уже сказала, он восторгает уже на превью. Мне страшно представить, какая-то красота будет в готовом виде. Надо будет задаться вопросом и прогуглить вообще отшивы золотых ручек. Ну, кто-то же их вышивает, да? Мне раньше казалось, что золотое руно такое небюджетное. А вы, кстати, заметили закономерность золотой руно? Ценник дорогой. Из золотой ручки ценник другой. Возможно, это связано с тем, что это все золотое? Вам не кажется? Если назвать производитель дорого-богато, то можно и ценник ставить соответствующий. Ну, как говорится, как корабль назовешь, так он и поплывет. В общем, на этом у меня все. Это все, что я хотела вам показать, рассказать сегодня. Что вам понравилось, ребят? Что вам не понравилось? Сообщите, пожалуйста, об этом в комментариях. Потому что я заметила, вы как-то не любите, да, общаться. Вы любите так это. Вы такие молчаливые пассажиры у меня в основном. Как-то в последнее время я вижу, что не активно вы участвуете в общении. И вообще, в принципе, зрители там, мои любимые, дорогие. А хотелось бы, интересно же, а то такое ощущение, что у меня какие-то монологии сумасшедшего одиночки происходят. Выговорилась, выпустила видео, никто ничего не говорит по этому поводу. Нравится вам, не нравится? Стоит мне эти видео делать? Не стоит. Вы же хоть скажите хоть что-нибудь. Поставьте там лайк. Дизлайк можете, конечно, тоже поставить, но я дизлайки не вижу, поэтому смысла нет. Лучше выскажите тогда свой фи в комментариях, чтобы я хоть узнала там, может, оно вам и даром не надо, а я тут распинаюсь. В общем, если не подписаны, подписывайтесь. Будем следить за новинками с вами вместе. Я безумно рада, что наконец-то май. Думаю, вы тоже. Я вас всех еще раз с этим поздравляю. Это значит, что совсем-совсем скоро лето. Да уже, в принципе, тепло. У нас 31. Я не знаю, как у вас, а у нас 31. Я загораю вовсю. Я даже немножечко подсгорела. Поэтому хорошего вам настроения, прекрасной погоды и на улице, и в душе. Вдохновение, желание и возможности вышивать и покупать нашу прекрасную вышивку. Новые наборчики, новые схемы. Радовать себя, любимую. Вышивать красоту, радовать этой красотой мир. Всем всего хорошего. До скорых встреч. Увидимся в следующих роликах. Всем всего хорошего и пока. Субтитры подогнал «Симон»